Всем привет! Ну конечно же Mortal Kombat. Фильм победоносно начал свое шествие по кинотеатрам, хотя глобальная премьера произойдет аж через 2 недели. Но все равно уже понятно, что данный дебют обещает стать одним из самых, а может и самым успешным за все время с начала 20-го года и всей карантинной требухи. Хотя при этом вокруг фильма Mortal Kombat прямо сейчас происходит очень странная ситуация. Его рейтинг просто невообразимо скачет, то стремясь к десятке, а то опускаясь чуть ли не до отметки в 6. И наверное, если вы уже были в кино, то понимаете в чем тут дело. Просто новая экранизация культовой игры уверенно обречена разорвать фанатское сообщество. Будучи на самом деле кайфовым боевиком класса Б, который отлично знает, что ждет от него публика и дает ей это, да еще и так, что зал временами воет от восторга. Но при этом отдельная часть фанатов игр и вообще вселенной разносит новинку уже сейчас в пух и прах, говоря о том, что нас опять обвели вокруг пальца. Так что давайте-ка сейчас попробуем чуть умерить закипевший адреналин и понять, что же вышло на самом деле у автора фильма. И отчего новый Mortal Kombat это лучшая экранизация, которую возненавидят фанаты. Будет интересно, хотя некоторые спойлеры тоже возможны. И для начала скажем, что в принципе экранизация игр это дело очень опасное. Взять хотя бы на вскидку Hitman, Warcraft или Охотника на монстров, ничего из вышеперечисленного не стало безусловным хитом. И пока что, увы, не смогло, как ожидалось, перерасти в крутую франшизу, пользуясь огромной фан-базой. Амбиции нового Mortal Kombat, кстати, именно такие. И скорее всего, как раз в данном случае это все же удастся сделать. Потому что кино на самом деле очень тонко улавливает настроение аудитории. Тут авторам картины не откажешь, конечно. Отличная, как по мне, открывающая сцена, которая смотрится на одном дыхании и сразу же приковывает к экрану. Причем сразу видно, что свой рейтинг R-фильм получил не так, как последний Терминатор, будто специально впихнувший в кино одну никому не нужную макрушную сцену. Нет, в Mortal Kombat, напротив, видно, что авторы ленты старались, чтобы втиснуться хотя бы в эти ограничения и не вылететь вообще за рамки широкого проката. Так что на обещанных игровых фаталити, то, чего, к слову, очень не хватало легендарной постановки 95-го года, теперь никто не экономил. Сняты они действительно добросовестно, часто давая поклонникам игр именно то, зачем они пришли в кино и потрясая воображение. Но при этом из того, за что уже ругают фильм, в действительно крутейшей опенинговой сцене, как это ни странно, все же не раскрыта вся суть конфликта с Абзиро и Ханзо Хасаши, хотя их противостояние становится чуть ли не ключевым фактором в самом фильме, заменяя при этом непосредственно турнир, которого, увы, мы с вами так и не дождались, и это тоже еще отдельный разговор. Плюс, конечно, несмотря на явно отличную работу актеров в кадре, все-таки видно, что большинство из них действительно потрясающие бойцы, новому Морталу отчаянно не хватает денежек. Я имею в виду, что поставлено кино явно с учетом постоянно висящей на мозгах у его авторов денежной планки. А поэтому действительно крутейший пролог затем, увы, сбивает свои темпы и не выдерживает планку на протяжении всего фильма. Но при этом, что радует, это мы опять про хорошее, что создатели нового Мортал Комбата сумели приноровиться и сродниться с тем фактом, что пока что они снимают фильм класса Б. Что, если кто не в курсе, означает не самая дорогая и сложная постановка без участия мировых звезд и так далее. И от этого кино не сказать, что прям проигрывает. Да, конечно, денежки лишние ему бы не навредили, это факт. А вот то, что в касте нет прям суперзвезд и знаковых имен, возможно, даже где-то плюс, чем минус. Зато ребята, работающие под камеру, на самом деле умеют мастерски махать руками и ногами, что, безусловно, чувствует аудитория. Так что драки в новом фильме поставлены на самом деле не дурно, а вот к чему можно и придраться, так это монтаж и то, как все склеено в конечном итоге. Скачки камеры, перебрасывания и какие-то непонятные перемещения из кадра в кадр, тут у фанатов много вопросов к режиссеру и оператору Смертельной битвы. И тем не менее, что они явно сумели уловить, так это общее настроение публики, жаждущий отсылок к игре и, как бы это ни звучало из бита, фан-сервиса. И он есть в фильме, причем в немалом количестве, с фирменными фразочками, шутками об одних и тех же движениях и так далее. Именно после таких моментов, конечно, основная часть аудитории воет от восторга, что, собственно, и нужно было авторам ленты. А что же говорит на это самая критично настроенная часть зрителей? Они как раз поругивают новинку за бездумное и чрезмерное количество этого самого фан-сервиса. Говорят, что отсылки это хорошо, но когда они становятся уж слишком нарочитыми и очевидными, такой прием начинает набивать оскомину. В целом, конечно, я могу принять подобную претензию и понять тех, кто в самом деле увлечен лором вселенной МК и воспринимает каждое слово и каждую фразу более чем серьезно, сразу поддавая их тщательному анализу. Для таких, разумеется, смотреть фильм куда сложнее, ведь если начать анализировать моменты, которые вызывают истинный экстаз у большинства публики, и взвешивать, а действительно ли данная сцена, например, скана в храме Райдена, имела смысл или это было сделано просто в угоду игрокам в игры, становится сложно дать прямой ответ. Да, ну и, конечно, главный герой, о нем мы сегодня тоже просто не можем не поговорить. Персонаж Коула Янга был специально внедрен в экранизацию, дабы, насколько я понимаю, иметь большую возможность для маневра, не зажимаясь рамками чисто игровой франшизы. И тут, конечно, разгорелись одни из наиболее жарких баталий, потому что часть зрителей считает, что Коул пример настоящего героя, за которым интересно наблюдать, который не кичится своей избранностью, а напротив ею тяготится, да и что там греха таить, по части боевки исполнитель данной роли Лью Стан отрабатывает на отлично, как и большинство его коллег. Да вот только другой части зрителей напротив категорически не зашел, так скажем, новенький. Они вообще не понимают зачем при таком колоссальном количестве персонажей, как имеется во вселенной МК, еще кого-то допридумывать. Да и кого странного ММАшника-лузера, который за пару сотен баксов дерется в вонючих залах и вообще чихать хотел на всех и вся, пока его собственная семья не оказывается в опасности, мол, что это за герой и зачем нужно было его вводить в экранизацию. Причем, как видите, и одни, и другие говорят вполне здравые вещи, видимо от того вокруг Mortal Kombat'а уже раздувается столько споров и уверен, с мировой премьерой они лишь будут набирать обороты, хотя что вот просто никак невозможно отрицать, что новинка гарантированно станет супер успешной. И это тот нечастый случай, когда, судя по всему, мы с вами видим рождение новой киновселенной, киновселенной Mortal Kombat. Вообще, конечно, авторы фильма были вот прям уверены в успехе еще до начала даже написания сценария, иначе чем объяснить, что самой смертельной битвы, которая как ни крути является заглавием фильма и просто обязана была стать центром вводной части франшизы, тут просто нет. И да, мы понимаем, что по законам жанра зритель должен выйти из зала, переполненный желанием продолжения, но вот просто с такими приколами продолжение могло никогда и не произойти. К счастью для нового Mortal Kombat'а это не его случай, и тут как раз сработала уловка сценаристов, публика застыла в ожидании, то есть и всей подготовительной движухи перед началом Великой Битвы в данном случае хватило с лихвой, чтобы сам турнир можно было смело оставить на сладкое, да вот только это, конечно, еще один момент, который фанаты, или точнее самая требовательная их часть, не может простить новинки. Недоумевая, как можно было так провести аудиторию, заманить ее на фильм о Великой Битве и эту самую битву вынести за скобки. Да и вообще, составить сюжет так, что в целом оказывается сам турнир не так уж и важен, главное, что происходит здесь и сейчас, личные движухи, раскрытие своих суперспособностей и так далее и тому подобное. Ох, достанется автором ленты, за это уж будьте уверены. И все же, конечно, несмотря на большую часть претензий, в общем и целом, создатели новинки смогли таки найти подход к широким массам, который был необходим. Сделать так, чтобы личный счетчик адреналина зашкаливал у каждого отдельно взятого зрителя, эндорфины били ключом после очередного фаталити, как бы ужасно это кому-то не показалось, а во время просмотра то и дело хотелось нащупать руками джойстик. Поставьте лайк под видео, у кого было так же. И вот именно за эту эмоцию, которую переживаешь снова и снова, конечно, можно простить очень многое. Даже крайне непонятный каст Райдена. Вот уж с чем сходятся сейчас, по-моему, почти что все. И да, понятно, что Кристофер Ламберт в свое время сделал данного персонажа на самом деле культовым, так что теперь переиграть его во всех смыслах слова было крайне сложно. Но черт возьми, с богом грома и молнии авторы нового Мортала явно не дотянули. Он получился каким-то тщедушным временами, даже как будто трусливым и несерьезным, что ли, как бы смешно это не прозвучало. То есть если в фильме 95-го года Райден хоть и особо не вмешивался, но при этом выглядел крутым суровым арбитром, который одним движением пальца может повернуть врагов вспять, то сейчас милый китайский не то дедушка, не то парнишка, скорее больше похож на уличного торговца или экскурсионного гида. И уж простите, функционал у него где-то похожий. Зато кто уж точно станет народным любимцем, это Кана. С его черным юморком, брутальной и чуть нарочитой харизмой и фразочками, которые вполне имеют шансы быть растянутыми на мемы. Как раз это тот случай, когда персонаж нового фильма на голову выше, чем его предшественник 25-летней давности. Итого, что у нас получается. С одной стороны, вроде как боевичок класса B. Да, с неплохими спецэффектами, но в массе своей неизвестными актерами и невыразительной, а временами просто слишком громкой музыкой. Но это только с одной стороны, потому что для подавляющего большинства зрителей новый Mortal Kombat это не просто сшитый как-то сюжетом бои. Это на самом деле магический синтез из ожиданий, внутреннего пережитого опыта взаимодействия с играми, крутых боев и увлекательной истории. Да, без главного турнира, пока да, с множеством спорных моментов, как тот же Гора, арка которого была уж явно с огромным перекосом, с акцентом смещенным скорее на вражду Скорпиона и Саб-Зира, чем на саму смертельную битву, все эти уколы фанатского сообщества имеют место быть. Но при этом, думаю, мало кто будет отрицать, что фильм удался. Вот получилось у его создателей сшить все эти несовершенности, о которых мы только что сказали, какими-то магическими нитями, что после просмотра в массе своей зритель чувствует настоящий восторг. И, конечно же, с жадностью ждет продолжение, а оно безусловно будет, причем я уверен, что на сей раз с куда большими бюджетами. Так что в обозримом будущем, если киноделы сумеют закрепить успех и провести работу над ошибками, уверен, нас ждет что-то просто потрясающее. Ну что же, таково оказалось мое мнение, а вы свое прямо сейчас пишите в комментариях под этим видео, ставьте пальцы вверх и делитесь выпуском с вашими друзьями, а также подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!